здравствуйте граждане стендовые моделисты начинающие продвинутые и профессионалы это видео является прологом к обширному разговору о красках растворителях пигментах глинах ну в общем о художественных материалах и начнем мы с двух растворителей один из которых широко применяется моделистами а вот другой скажем так мало известен наверняка вы догадались что речь пойдет о white spirit вот он перед вами для художественных работ без запаха и действительно если открыть флакон то запах может быть очень чуть-чуть ну практически отсутствует в любом случае вы можете спокойно работать дома и никому не помешаете следующий растворитель это пенен номер четыре тоже для художественных работ но у него запах присутствует не навязчивый но он есть впечатление как будто находишься в мастерской художника который ваяет картины маслом романтик какой-то даже возникает я вам скажу а нужно же разобраться основной принципиальной разницы между двумя этими растворителями white spirit это нефтепродукт пенен вырабатывается из малых хвойных деревьев в основном сосна потом сложнее там сначала нужно сделать живичный выработали живичный скипидар а потом из живичного скипидара выделить фракцию пенена вот такие дела любом случае вот наших два основных героя далее понадобится конечно же масляная краска эта серия рубинс производитель если я правильно произнесу немецкого не знаю нерхау ну пусть будет так цвет умбра жжёная граждане моделисты профессиональные художники черным цветом не работают поэтому забудьте про черный цвет а если еще контраст переборщить то тогда они художники говорят вы будете разводить художественную грязь ну как вы догадались это плохо а вот умбра жжёная может облагородить любой другой цвет но для примера как работать неправильно мы все-таки возьмем черную краску тот же производитель и тут у нас жжёная кость лучше применять жжёную кость нежели сажу газовую потому что жжёная кость она теплит а сажа газовая она холодит жжёная кость далее некая стеклянная посуда пригодится вот она перед вами лопатка для смешивания тут без комментариев кисточки конечно же вот две вспомогательные скажем так вот они и основные далее два шприца один для white spirit другой для пенина весы ну конечно для работы неплохо бы иметь их не обязательно но в данном случае без них обойтись нельзя потому что будем проводить эксперимент один который вы увидите собственно сами вата зубочистки вроде ничего не забыл ну что ж давайте приступим к эксперименту специально для съемки подготовлена вот такая плоскость будем и так это у нас будет испытательный полигон тут три цвета краска томия первое это xf23 вот он второй xf60 и третий цвет xf58 краска разбавлялась следующих соотношениях на 2 грамма краски 4 грамма растворителя и кстати нужно заметить растворителя от производителя сторонний разводитель господи разводитель сторонний растворитель использовать нельзя не ищите замены не портите краску и полграмма ретардера то есть замедлителя высыхания очень хорошая штука в таком соотношении краска очень хорошо выдувается из аэрографа на границе игла сопла ничего не подсыхает аэрограф не плюется скажем так поверхность получается ровной не наждачная бумага не апельсиновая корка хорошая ровная поверхность нам понадобятся весы о них рассказывалось в видео окрашивание металлов химическим способом часть 1 ссылочку оставлю и подсказка появится там подробно все рассказано здесь мы просто будем использовать так интересно будет 0,1 будет 7 сотых маловато еще немножко о одна десятая грамма отберем краску 8 сотых 9 сотых одна десятая грамма черная краска одну десятую возьмем 11 сотых следующие 11 сотых будем так сказать заливать растворитель тут главное не перепутать дальнейшем white white spirit и не нам не перепутать до набираем шприц хорошо это у нас включаем весы опять и так сколько же мы нужно залить этого самого white spirit и сюда ну давайте один грамм то есть на 0,1 грамма краски мы зальем один грамм растворителя поехали есть сразу нужно отметить что это у нас white spirit ставим букву у теперь один грамм черный цвет и и сотая есть дальше приступаем к пенину подпишем в этот раз поставим букву п пенин ну и черный цвет и далее все это необходимо будет перемешать есть да хорошо наша смывка произвольная готова полигон берем пусть у нас справа будет white spirit а слева будет пенин вот теперь точно не запутаемся попробуем вот по такой белой кафельной плитки до какой же у нас какая у нас плотность краски получилась и так пенин чуть-чуть взять точно так же попробуем сейчас умру новый спирит это черный пенин то есть вот такой у нас еле-еле да ладно вайс перед white spirit черный итак кисточка номер 0 начнем с white spirit возьмем немного да попробуем так на голубеньком да вот так аккуратно сейчас посмотрим а у растекается до растекается ну вот таким собственно незатейливым способом все это и проливается давайте сразу расклепку будем проливать икрой в любом случае лучше два-три раза пролить и получить приемлемый контраст нежели залить это все и потом думать что с этим делать да и и вот здесь заплепку мы тоже прольем пропишем будет красиво пропишем да такую пропишем так это есть и плавно переходим на зеленый и и и и это немножко перелил а теперь рядом для примера поработаем черным цветом периодически необходимо перемешать потому что пигмент имеет свойство оседать чтобы этот самый пигмент был в тонусе скажем так нужно иногда его взболтнуть скажем так так все коричневый черный коричневый черный разводим художественную грязь как говорят профессионалы прямо коричневый и упрямься да хорошо white spirit отложим в сторону чтоб не запутаться вот так подальше и переходим к пенену ой промазал ооо ну да пенент у пенена с текучестью конечно я когда я получше получше прям раз и все и залил собственно я об этом знал естественно и хотел вам показать не буду там предполагаться что ой какая неожиданность да нет я об этом знал поэтому и решил показать но есть одна проблема о которой я совсем забыл рассказать но сейчас уже давайте доработаем пененом вот он прям аж вот вы растёкся уже и здесь да хорошо хорошо все уже аж у уже сюда потек сам вот он находится xf60 по нему проходимся но он прям вот смотрите вот одним движением можно зацепить и крой и заплепку ну все два коса быть два касания он просто затекает с большой скоростью даже я сказал теперь пенен черный все обратите внимание вот здесь прикоснулся а затекло все уже до конца все и все и 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 Теперь о том важном моменте, о котором забыл рассказать. Берем white spirit и смачиваем такой вот ватный тампон. Наверняка вы все знаете, white spirit на спиртоводоростроимую краску не действует. Вот давайте попробуем уголочки здесь потереть. Не смывается краска. Теперь возьмем пенен. А вот пенен краску эту смывает. Нужно работать очень аккуратно. Пенен спиртоводоростроимую краску смывает. Поэтому ни о каких там смывках этим самым пененом и речи быть не может. Вы просто вымоете модель от краски, она будет у вас в первозданном виде. Вот и все. Это очень важный момент, о котором нужно помнить. Ну что ж, пусть это просохнет немножечко. Потом продолжим наш эксперимент. Прошел один час. Попробуем сейчас аккуратно смыть некоторые участки. Некоторые участки. Естественно, будем смывать white spirit. Потому что, как вы видели, пенен смывает эту краску. А white spirit, в общем-то, нейтрален. Определимся. Это у нас ткань. Лен. Лен необходимо обязательно постирать. И только в этом случае он не будет давать пыли. Влажноват немножко наш лен. Поэтому в салфетку излишки white spirit нужно убрать. Вот он немножко стал темнее, а здесь остался более светлым. Тоже в этом что-то есть, как прием может существовать. Дальше доработаем зеленый цвет. Возьмем зубочистку. Немножко ватый. Накрутим, вернее. И такой вот небольшой получим тампор. Начнем мы с своих спирита коричневого. Нужно очень осторожно, потому что ватный тампор набирает много красителя, скажем так. И возьмем черный white spirit. Площадь всей. Раз. Да. Да. И еще раз. Ну вот. Вот. А вы аэрографом линию ровную проводите. Да. Край ровный, да еще в размытии. Не бывает такой, таких затеков, такой грязи. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. Не бывает. Линь, край неровный, рваная, линия рваная и естественно с четкой границей. Поехали дальше. Свернем подлиннее вот такой вот тампон. Да, вот он длинный получился у нас. И нивилируем. И нивилируем. Здесь пошли потемнения. Перебор уже начинает. Все. Главное не переборщить. Вот как есть, так и есть. Кистью поработать что ли? Какие-то... Давайте сделаем какие-то мазки. Так, все. Как говорится, главное не переборщить. Надеюсь, вы со мной согласны. Подождем, когда это все просохнет. А дальше на некоторые участки, что лайтсприд, что пенен, нанесем тонкий слой краски. И посмотрим, как из-под краски будут смотреться вот эти вот потемнения, потеки и прочее. Вот наш так называемый полигон. И на открытые участки, вот эти, нанесем легкий полупрозрачный слой базовой краски. Таким же образом поступим и с остальными цветами. А дальше посмотрим, как это все будет выглядеть, проанализируем. Давайте приступим. Субтитры создавал DimaTorzok С задачей нашей мы справились. Теперь можно вернуться на основное рабочее место для подведения итогов. Перед вами результат проделанной работы. Вот так это выглядит. Подведем итоги. Сразу видно, что пенен улучшает оптические свойства краски. Потому что умброжженная ярче с пененом, нежели с вайтспиритом. Что не очень хорошо. Потому что военная техника, скажем так, предпочитает грязноватые цвета. Но и в том и в другом случае лучше было бы эту умброжженную немножечко сделать темнее и немножечко обесцветить. Однако коричневую составляющую обязательно нужно оставить. Далее. Из-под, скажем, краски. Вот она базовая здесь нанесена. И давайте здесь лучше рассмотрим. Видно хорошо, что все-таки коричневый цвет смотрится лучше, нежели черный. Или без базового слоя. Коричневый лучше, чем черный. Точно так же, скажем так, желтый и зеленый. Вот здесь это хорошо просматривается. Вот черный, а вот коричневый. Поэтому, наверное, профессиональные художники правы. Что черным мы разводим художественную грязь. Так оно, в общем-то, и есть. Есть еще один цвет. Пробовать мы его не будем. Интересный, на мой взгляд. Это мастер-класс. Невская палитра. Умбра натуральная ленинградская. Вот если ее открыть, то создается впечатление, что она черного цвета. Попробуем с первого раза взять 0,1 грамма. Густовато, конечно. Нет, это много. Думаю, нормально будет. Посмотрим, сколько здесь. С первого раза. С первого раза получилась 0,1 грамма. Вот как. Поехали. Точно 1 грамм. Теперь размешаем. Все, готово. Давайте попробуем. Увидим. Вот это хороший грязный цвет. Теперь рядом сюда умбру сжженную. Чёрный цвет. Умбра натуральная ленинградская. Умбра сжженая. И чёрный цвет. Сжженная кость. Ну, вот так давайте посмотрим. Для наглядности. Мне кажется, что она уже просто готова для применения. Вот такой коричневый. Даже с таким каким-то зеленоватым оттенком, что ли. Да, такой цвет нефти даже. Ну, нефть разная по цвету бывает. Но один из вариантов примерно похож. Можно сразу наносить уже на поверхность в виде смывки, заливки и тому подобное. Ну, вот так примерно всё это смотрится. Вы в комментариях напишите про поводу второй части. Потому что можно сделать продолжение. То есть использовать, скажем так, уже умбру ленинградскую и умбру сжженую. Плюс ко всему можно работать. Мы сейчас работали по краске. А можно покрыть лаком прозрачным и работать уже по лаку. Ну, то есть, если интересно такое продолжение, в комментариях напишите. А лучше лайками поддержите. Если наберём чего-нибудь много, да, ну, можно сделать, в общем-то, не проблема. По большому счёту, можно приступать к, так сказать, натюрмоту финальному. Что мы использовали? Ну, основное наше, так сказать, изделие, да, скажем так. Вернее, наши эксперименты. Лайт спирит. Ого. Ну, да. Ну, давайте как-то втулим его сюда, что ли. Краешком, да? Краешком. Вот так. Давайте. Пегем. Поменьше бутылочка. Видно. Ой, хорошо. Кисточки. Так, приложим их. Ну, те, которые использовали, давайте. Вот две. Краски. Да, краски не поместятся. Хотя нет, почему? Поместились. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот такие вот тампоны ватные. Туда их сюда. Давайте сюда. Ну, и палочка для перемешивания. Видно? Заметно. Весы, как я уже говорил, не обязательно. Конечно, можно на глаз, но я лично предпочитаю всё, что было точно. Плюс ко всему, это был эксперимент. В общей сложности методика показана. Сравнения прошли успешно. Эксперимент по сравнению прошёл успешно. Заходите на канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...